Жители нашего города, которые в этом году уже успели обратиться за медицинской помощью, наверняка обратили внимание на новые справки о стоимости медицинской помощи. Выдавать их начали в связи с поручением президента, информировать застрахованных граждан о стоимости их лечения. В начале года медики работали в тестовом режиме, ведь для них это тоже ново. О том, что это за документ, нам рассказал главный врач Канаковской ЦРБ. Справка эта не является бухгалтерским документом, не подлежит для подачи в налоговые органы на возмещение затраченных средств, потому что эти средства платят на лечение государства через фонд обязательного медицинского страхования. Мелкий шрифт внизу справочного листа гласит, настоящая справка носит уведомительный характер. Теперь каждый из нас будет знать, какова цена бесплатной медицины. То есть бумага ставит в известность, сколько за нас платит государство. Надо сказать, что медицинская помощь для застрахованных граждан является бесплатной, но для больницы она не бесплатная. Любая медицинская помощь должна быть оплачена для медицинской организации. И мы получаем деньги по стационарной помощи. Это клинико-статистические группы. Раньше мы получали по кое-как дням, сейчас это идет разбивка, дифференцировка от зависимости от тяжести заболевания, которые мы пролечили. По дневному стационару это клинико-профильные группы. И по поликлинике это посещение в поликлинике. Каждый специалист посещения стоит определенную сумму денег. Например, прием хирурга стоит 206 рублей, а гастроэнтеролога – 286. Каждый год на все услуги устанавливается свой тариф. Ведь фонд обязательного медицинского страхования является одним из источников финансирования Конаковской ЦРБ. Полученные с фонда деньги идут на все необходимые нужды, начиная с выплаты зарплаты и заканчивая оплатой электричества. Так что теперь, благодаря новым справкам, мы становимся ближе к пониманию того, как работает механизм оказания бесплатной медицинской помощи.